Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Ленинградский День Победы. В России отмечают 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Новейшие автоматы АК-12, пулеметы печенек, бесшумное оружие и взрывчатые вещества. Самарский спецназ на Тиграх уничтожил противника на учениях под Оренбургом. Суд направит дело об убийстве Екатерины Сакирской-Пузиковой. Кто ответит, если подозреваемый мертв? Главные события года в медиасфере. В Самаре награждают победителей журналистского конкурса на призы губернатора и вручают премии «Золотой перо губернии». Номинации были сформированы на основе анализа самых актуальных тем «Год науки и технологий» и «170 лет Самарской губернии». Среди награжденных главный редактор телеканала «Самарагис» Елена Орлова и руководитель направления по медиакоммуникациям Анатолий Головко. Ленинградский День Победы. Так жители города на Неве называют 27 января. В России отмечают 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. Подвиг города и его жителей уже в годы Великой Отечественной войны стал примером для всего советского народа. 1 мая 1945 года Ленинград был удостоен звания города-героя. В день снятия блокады по всей стране проходят акции памяти, выставки, кинопоказы и традиционные возложения цветов к вечному огню. Как память героев почтили в Самаре, расскажет Ольга Павлова. Всего 125 граммов хлеба в день на человека и 872 дня до полного освобождения города. Начало блокады Ленинграда, тогда еще пятилетняя Майя Мехкова до сих пор вспоминается слезами на глазах. Рассказывает, как отвоя сирен перед бомбежкой пряталась вместе с братишкой под столом. А когда от голода скончалась мама, ее и полуторагодовалого брата забрали в детский дом, определив ребят в разные возрастные группы. И все, и больше я в поиске, я искала ее больше, я бы не нашла. А папа пропал, погиб в 103 году, все. А нас в 42 сентябре эвакуировали из Ленинграда, вот в Куйбышево. Уже в Куйбышеве Майя Алексеевна окончила школу и выучилась на химика. Поиски брата прекратила несколько лет назад. Говорит, Надежда умерла. Сегодня вместе с другими блокадниками она пришла почтить память павших в Великой Отечественной войне бойцов и возложить к Вечному огню цветы. В церемонии возложения цветов к Вечному огню приняли участие власти города представители общественных ветеранских организаций, юнормейцы и ученики ходецких классов. Вечная память тем, кто отдал свою жизнь, именно защищая один из самых крупных городов СССР и здоровья тем, кто сейчас находится рядом с нами бок о бок. Здоровья вам! Город-герой Ленинград был полностью освобожден от блокады 27 января 1944 года в ходе операции «Январский гром». Врага отбросили от города более чем на 100 километров. Войска Ленинградского фронта освободили Красное Село, Пушкин, Павловск, Петергов и Гатчину. В городе, пережившем почти 900 дней осады, впервые прогремели мирные залпы. За четыре года от обстрелов и бомбежек погибли 16 647 человек. 623 253 человека умерли от голода, включая новорожденных и детей до пяти лет. Ольга Павлова, Константин Головин. События. Ежегодно о ленинградской блокаде рассказывают и во всех школах страны. Мэри Елчан отправилась на урок к пятиклассникам и ознакомилась с выставкой в школьном музее. Блокада Ленинграда – одна из самых трагических страниц истории России. Каждый прожитый день – это подвиг, память о котором должна передаваться из поколения в поколение. В рамках всероссийской акции «Блокадный хлеб» в образовательных учреждениях Самары проходят открытые уроки. Один из них состоялся в 175-й школе. Учащимся рассказывают о голоде и холоде военного времени, о том, как женщины и дети работали наравне с мужчинами, о защите Ленинграда советскими солдатами. Каждый должен знать о том, что было с собой историей. Мне интересна эта тема, потому что в этой не участвовал мой дедушка, и я хочу знать о нем побольше. В 175-й школе в 2007 году открыли музей боевой славы «Самарцы» в боях за Ленинград. Сейчас здесь больше 80 ценных артефактов. Это подлинные ордена и медали. Всего же фонд насчитывает свыше 900 музейных экспонатов. В музее у нас 13 стендов, которые рассказывают о тех людях, участвующих в прорыве и блокаде Ленинграда. Например, Никонов Евгений Александрович – это герой Советского Союза. Детям очень интересно, когда мы рассказываем о событиях Великой Отечественной войны, все сразу говорят, а вот мой дедушка участвовал. В музее школы каждый месяц проводят встречи. Сейчас работники и активисты готовят выставку, посвященную Сталинградской битве. Мэри Илчан, Василий Колдашов, События. Самарский спецназ на «Тиграх» уничтожил противника на учении под Оренбургом. По замыслу с помощью беспилотных летательных аппаратов был обнаружен долговременный укрепленный район неприятеля, хорошо замаскированный в рельефе местности. Для его уничтожения было принято решение задействовать группы спецназа Центрального военного округа. Подразделения на бронеавтомобилях «Тигр» совершили 200-километровый марш-бросок, провели доразведку местности, выявили места расположения всех сил и средств охраны, вычислили пункт управления и помещения для отдыха. Во время налета применили новейшие автоматы АК-12, пулеметы печенек, бесшумное оружие и взрывчатые вещества. За сутки в Самарской области зарегистрировали 1567 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает сайт stopcoronavirus.rf. Выздоровели за сутки 1447 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписали 190 тысяч 81 пациента с подтвержденным ковидом. Заболело же с начала наблюдений 213 тысяч 298 жителей региона. Усилить контроль не только за промышленными предприятиями и сферой образования, но и за потребительским рынком. В Самаре продолжают проверять, как в торговых центрах и магазинах соблюдаются ограничительные меры, введенные Роспотребнадзором. Один из таких рейдов прошел в Кировском районе. С августа прошлого года здесь составили около 390 административных материалов. С подробностями Михаил Ермоленко. От магазинов у дома до крупных торговых центров и пунктов общепита. В Самаре и регионе обстановка, связанная с распространением ковид-19, остается напряженной. По поручению оперштаба по коронавирусу, объекты потребительского рынка в усиленном режиме проверяют на соблюдение антиковидных мер. Мониторинг проводят администрации внутригородских районов. Зачастую при участии сотрудников полиции или других ведомств, уполномоченных составлять протоколы об административном правонарушении. В торговых центрах строго следят за предписанием Роспотребнадзора. Ну, все-таки это наше здоровье, здоровье близких, окружающих, и поэтому это необходимо делать, потому что единственный метод – это прививаться и соблюдать масочный режим и дистанцию. Масочный режим и требования QR-кодов на входах – первое, на что обращают внимание проверяющие. Следят и за графиком дезинфекции на территории комплекса, а также за соблюдением социальной дистанции. Сотрудники торговых центров рассказывают, что стараются обеспечить для своих покупателей безопасное пространство для шопинга и развлечений. У нас на каждом стенде представлены антисептики, салфетки, маски у каждого входа находятся. Мы также работаем в масках, обрабатываем поверхности, все руки. Проверяющие напоминают, за невыполнение требований безопасности юридическим лицам грозят санкции до 300 тысяч рублей. Повторное совершение аналогичного административного правонарушения влечет наложение штрафа на предпринимателя в гораздо большем размере – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Сама цель, сами понимаете, еще раз повторяю, не наказать, а для того, чтобы до людей, до предпринимателей, до всех до нас дошло понимание, что необходимо производить комплексные мероприятия – ношение масок, социальной дистанции и так дальше. Подобные проверки уже третий год ежедневно проходят по всему городу. Например, в Кировском районе с августа 2021 выявили около 390 нарушений. Материалы по ним направляются во временный контрольно-распределительный центр для составления протокола. Далее – в суд для принятия решения. С начала этого года на объектах потреб рынка Кировского района фиксируют до 20 нарушений в неделю. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. Уголовное дело по убийству Екатерины Пузиковой с Акирской завершилось обвинением в отношении Алексея Резкова. Расследование подтвердило причастность кикбоксера к смерти молодой женщины. Запутанная криминальная история подошла к финалу, но оставила немало вопросов у общественности. Как можно осудить умершего и что говорят о деле Пузиковой эксперты права, в том числе адвокат обвиняемого Резкова, выяснила Гульфия Сафина. Обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти. Я Резков Алексей Александрович. Ее отец Сакирский Григорий Степанович. Обнаружено тело подследственного Р без признаков жизни. Одна смерть за другой и вокруг каждой факты, которые выходят за рамки стандартной уголовной практики. В Самаре завершилось расследование уголовного дела об убийстве Екатерины Сакирской-Пузиковой. По версии следствия, в преступлении виновен ее бывший муж Алексей Резков. По версии следствия, 2 июля 2021 года в вечернее время Резков, получив информацию о прибытии Екатерины Сакирской, авиасообщением в город Самара проследовал на площадку подъезда, где располагалась ее квартира и стал ожидать. Далее, после появления Сакирской, рядом с входной дверью квартиры, Резков, применяя физическую силу, втолкнул ее в помещение и нанес не менее 57 ударов топором. Напомним, 32-летняя Екатерина много лет сама была фигурантом дела об отравлении первого бывшего мужа банкира Дмитрия Пузикова. По версии следствия, мужчина скончался из-за отравленного картофельного пюре в 2012 году. Через три года Пузикова признали виновной в убийстве, но затем приговор отменили. Екатерину оправдали. Казалось, история завершилась благополучно, но в прошлом году жестоко убили и саму Екатерину Пузикову. Это произошло буквально на следующий день после скандального объявления в интернет-сети ее уже второго экс-супруга, президента Федерации кикбоксинга Алексея Резкова. Собрали 15 миллионов рублей и передали одному из работников областного суда. Долго разыскивать убийцу не пришлось. Алексей признал свою вину, но уже 17 июля был и сам обнаружен мертвым в медучреждении УФСИН. По версии следствия, он покончил с собой. На этой неделе следствие подтвердило вину Резкова. По правилам материалы будут направлены в суд, но судить кого? В живых нет ни ответчика, ни жертвы. Бывают такие в жизни случаи, когда в процессе человек уходит на тот свет, он скончался по тем или иным причинам. И что это означает? Это не означает, что он автоматически виновен и в отношении него дело прекращает, потому что он виноват, но судить больше некуда. Поэтому если вдруг такое происходит, то здесь определяют судьбу этого человека близкие родственники. Как нам стало известно, интересы Алексея Резкова представляет его сестра. В данный момент вместе с адвокатом умершего она изучает материалы дела и в ближайшее время будет принимать решение продолжать отстаивать его непричастность или отказаться от суда. Мы вот ознакомились с материалами дела. Сейчас надо все это осознать, понять. Соответственно, если она считает или сочтет необходимым, то есть отстоять честное мнение брата, и мы будем понимать, что возможно его реабилитировать, либо она согласится с той позицией, что фактически он в этом деле был замешан и участвовал, не захочет этих вещей всех проходить. Поэтому может быть заявлено с ее стороны ходатайство о прекращении уголовного дела в связи со смертью. Моя позиция в любом случае поддержать своего доверителя. В случае, если родственники Рискова примут решение идти до конца, судебные тяжбы могут продлиться несколько месяцев. Если суд встанет на сторону обвинения, будет вынесен приговор. Но лицо освободят от ответственности в связи со смертью. Если же Рискова оправдают, у родственников будет право на реабилитацию, возмещение расходов на защиту и компенсация морального вреда, а также получение публичных извинений от имени государства. Гульфия Сафина, Николай Епифанов. События. Далее в эфире новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Светлана, вам слово. Приветствую вас, Виктория, и уважаемые телезрители. Число киосков и продуктовых магазинов в России сократилось за год на 20%. С чем это связано? Все уходят за покупками в интернет. И об этом я еще расскажу. А сейчас о материальной поддержке военнослужащих. Военнослужащие Центрального военного округа за прошлый год получили около 9 миллиардов рублей в форме жилищных субсидий. Средствами обеспечили 900 военнослужащих. 11 человек обеспечили не деньгами, а квартирами в натуральном виде. Как сообщает пресс-служба ЦВО, наибольшая сумма жилищной субсидии составила более 23 миллионов рублей. Столько предоставили в качестве субсидии военнослужащему Самарского гарнизона. Каждый пятый киоск и продуктовый магазин закрылся в России в прошлом году. По оценке экспертов, это произошло из-за того, что покупатели перешли на онлайн-площадки. Статистика подтверждает, интернет-магазинов в 2021 году стало больше на 93%. Тенденция к сокращению бизнеса в офлайне прослеживается и в других сферах. Так, на 12% уменьшилось количество компаний по предоставлению персональных услуг. Почти на 11% стало меньше организаций по ремонту бытовой техники, а количество частных перевозчиков сократилось на 9%. За 13 рабочих дней месяца рубль, согласно официальному курсу Центробанка, подешевел по отношению к доллару и евро на 5%. Вечером в среду на фоне ситуации вокруг Украины американская валюта превысила на торгах отметку в 80 рублей, а евро в 90. Резкие валютные колебания могут сказаться на стоимости импортируемых овощей и фруктов. Россия наиболее сильно зависима от поставок лимонов, апельсинов и других цитрусовых, имбиря, а также чеснока, около 90%, которого Россия завозит из Китая. Цены в контрактах зафиксированы в долларах, поэтому и дорожает такая продукция моментально. Зато валютные колебания не должны отразиться на тепличных овощах. Отечественные производители полностью обеспечивают внутренний рынок огурцами, а по томатам импорт есть, но он небольшой – около 70-75% томатов в России собственного производства. Овощи так называемого борщевого набора – картофель, капуста, свекла и морковь – Россия в это время года практически не закупает за рубежом, поскольку потребляет собственный урожай. Поэтому роста цен в ближайшее время ждать не стоит. Но импорт начнется в апреле-майе. На 28 января официальный курс доллара – 78,94 рубля, евро – 88,47 рубля. Нефть марки «Бренд» уже выше 90 долларов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Россияне все чаще выбирают аренду жилья вместо покупки квартиры в кредит. Как изменилась ситуация на рынке недвижимости с повышением процентных ставок по ипотеке и что делать, чтобы не нарваться на мошенников при найме жилого помещения, расскажет Максим Магомедов. Ставки по ипотеке продолжают расти с конца прошлого года. На сегодняшний момент они уже достигли двузначных значений. По данным исследования платформы залогового кредитования, больше трети россиян отложили решение о приобретении жилья на заемные средства. Каждый второй из них именно из-за увеличения ставок. 27% респондентов все же планируют взять ипотеку. Но каждый третий рассказал, что не хватает денег на первоначальный взнос. По мнению экспертов, в этом году аренда жилья может быть даже выгоднее, чем покупка собственной квартиры в ипотеку. Те люди, которые не могут взять кредит, у которых нет наличности, они даже не столько хотят снимать, сколько они вынуждены это делать. Потому что есть определенный, должен быть у людей определенный запас денег для того, чтобы хотя бы взять ипотеку. Если брать в расчете на ипотеку, то это от 30 тысяч. То есть страховки, оценка недвижимости, банки все это не закладывают в тело кредита, они все это берут отдельно. Сейчас на рынке появляются квартиры, которые люди купили в период действия льготной ипотеки, чтобы потом сдавать. Большое количество предложений и высокий спрос на аренду жилья порождает огромное количество мошеннических схем. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо правильно составить договор аренда. Он должен содержать точный адрес жилья с указанием этажа и площади квартиры, паспортные данные обеих сторон, а также условия оплаты, размер платежей и их периодичность. По желанию собственника помещения может быть установлен размер залога и условия его возврата. В договоре необходимо указать, на каком основании арендодатель имеет право распоряжаться квартирой. Можно сходить в МФЦ и заказать выписку. Это так называемые выписки на объект. Ее можно заказать абсолютно любое лицо, не являющее собственником помещения в том числе. Просто нужно назвать адрес. Это совершенно недорого, там от 200 до 400 рублей, но это дает большой объем информации. Кто действительно является собственником на данный момент, когда мы заключаем договор, находится ли в залоге эта недвижимость, не обращено ли на нее какое-то взыскание. Прежде чем подписать договор, необходимо полностью осмотреть арендуемую жилплощадь, проверить исправность сантехники и бытовых приборов. Юристы советуют дополнительным приложениям к договору составить список предметов в квартире, которые передаются в пользование нанимателю, а также указать их состояние. Это позволит избежать проблем при выселении и получении залога. Максим Магомедов, Григорий Плешаков, Максим Гусев. События. С этого года самарские медработники смогут получать компенсацию за аренду жилья в любом районе города. Раньше это касалось только Красноглинского и Куйбышевского районов. Размер компенсации может достигать 12 тысяч рублей в месяц. Выплаты предоставляются в рамках национального проекта здравоохранения. В 2020 году выплату получили 13 врачей, еще 12 специалистов в 2021 году. В текущем году в связи с нововведениями количество получателей выплат должно увеличиться. Выплаты предоставляются участковым врачам-терапевтам-педиатрам, медсестрам участкового врача-терапевта-педиатра, врачам и медсестрам врачей общей практики. Главное условие быть гражданином Российской Федерации – работать по основному месту в учреждении здравоохранения в Самаре. Необходимым условием для получения соцвыплаты также является отсутствие права собственности на жилое помещение на территории Самары у медработника, а также у его супруга и несовершеннолетних детей. В Самарском зоопарке объявили конкурс на изготовление игрушек для попугаев. Для счастья пернатам нужны не только просторная клетка и вкусный корм, но и игры, а также физическая активность. Какие игрушки подготовили для попугаев, узнала Елена Чернявская. Попугаи – невероятно яркие, умные и подвижные птицы. В Самарском зоопарке содержится 8 видов – синий-желтый ара, Александров кольчатый попугай, ожереловый попугай, розелла, корелла, развощеки, неразлучники и хорошо всем известные волнистые попугайчики самых разных окрасов. Ара Карлуша здесь любимица. Ей 6 лет и она очень общительная. Первые участники конкурса игрушек Егор и Глеб принесли к Орлуши свои поделки и, конечно, поделились секретами изготовления. Я сегодня сделала игрушку-погремушку для попугая. Она делается очень легко. Берем мы яйцо от киндера, потом засыпаем горох и получилась такая игрушка. Я сегодня в зоопарк пришел не с простыми руками. Я пришел к книжке, что попугаи любят птичники и сделал для них вот такие вот гуси. Самую вкусную игрушку туда, где у нас попугаи чаще всего появляются. Остальную повесим туда, поближе к елке. Поскольку попугаи очень игривы, общительны и любопытны, то им постоянно требуется что-то менять в окружающей их обстановке. Поэтому конкурс игрушки для Карлуши как нельзя кстати. Материалы должны быть максимально безопасными для этих животных. То есть это природные материалы, такие как, вот например, у нас здесь канат, можно так сказать. Он из тряпок, из хлопка и зелена состоит. То есть не синтетические канаты. Синтетические канаты могут быть разгрызаны попугами, попадут в желудок и птичка просто умрет. Веточки, палочки, массив древесины, из него шарики, квадратики, кубики, полосочки, диски. Все это на канаты надевать, на веревочки. Все это будет им интересно. Одним пернатам больше по душе лесенки и качели, другие обожают головоломки с лакомствами внутри. Третьим нравится звенить колокольчиком, а четвертые готовы вечно рассматривать себя любимых в зеркале. Сотрудники зоопарка предлагают юным жителям Самары включить свою фантазию и сделать игрушки, чтобы порадовать птиц. Попугаи очень игривые и интересные питомцы, поэтому об игрушках стоит позаботиться заранее. Не обязательно покупать дорогие, достаточно того, что найдется под рукой. Главное, чтобы эти предметы были интересными и безопасными. Игрушки принимаются ежедневно с 24 января по 15 февраля на кассе зоопарка. Обязательно приложите анкету к своей работе, где укажите фамилию, имя, отчество и контактный телефон. В Самаре вечером стартует лыжный марафон «Соколь-Егоры». Хоккеисты ЦСКА ВВС уступили дома пензенскому дизелю, а российские биатлонисты и конькобежцы уже прибыли на Олимпиаду в Пекин. Подробности в нашем спортивном дайжесте. В Пекине официально открываются Олимпийские деревни. Начинает прибывать основная часть атлетов и официальных делегаций со всего мира. Прилетели в столицу Китая спортсмены из России. Команда по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккей и шорт-треку. В окончательный состав российской команды попало 212 спортсменов. Сборная рассчитывает на 30 наград и будет бороться за место в тройке общекомандного зачета. На играх в Пекине разыграют 109 комплектов медалей. В состав российской сборной на Олимпиаду в Пекин отправился и биатлонист из Самарской области Эдуард Латыпов. Об этом спортсмен сообщил в своем инстаграме. «Буду рад соревноваться с лучшими спортсменами мира и ощутить настоящий олимпийский дух. Спорт без границ», – написал он. Ранее Эдуард Латыпов помог российской сборной завоевать серебро в эстафете Кубка мира. В очередном матче чемпионата ВХЛ самарские хоккеисты уступили пензенскому дизелю. Гости забили в начале первого периода, а следующей заброшенной шайбы болельщики ждали до заключительного игрового отрезка, когда ЦСКА ВВС сравняли счет. Но развить преимущество или дотянуть до овертайма самарцы не смогли, пропустив еще дважды. В итоге счет 1-3 в пользу дизеля. В этот четверг в Самаре стартует первый забег лыжного марафона «Соколье-горы». Соревнования традиционно проходят на лыжной базе «Чайка». Они завершатся вечером 29 января. В связи со строительством лыжероллерной трассы изменится маршрут. В марафоне участвуют как профессиональные спортсмены, так и любители. Он объединяет лыжников не только из Самарской области, но также из других регионов и стран. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самарагис, в телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok